Друзья, всем большой привет. Меня зовут Света. Добро пожаловать обратно на мой канал Лени Лоренц. Как всегда, как только я начинаю снимать, как только у меня появляется подходящее настроение, то вертолеты вокруг летают, то самолеты, то сосед сверху довольно-таки тихий мужичок вдруг решил делать ремонт и сверлить стены. В общем, вот такие дела. Но, несмотря на это, мы сегодня с вами обозреваем вот такой интересный парфюм. Парфюм, к которому я присматривалась очень-очень-очень давно. И все что-то как-то... Я неоднократно его на самом деле пробовала в Литуале. Чего-то мне не зашло. Возможно, настроение было не то. Или до этого я уже перепробовала кучу новых, каких-то более интересных парфюмов. В общем, мне безумно, безумно понравилось оформление. Бренд называется Alchemist. Это турецкий бренд. Причём они, ну, насколько это говорит нам интернет, это такая семейная компания. Они называют себя даже не парфюмерами, а вот именно алхимиками. И они передают свои вот эти вот знания, сочетание компонентов и типа из поколения в поколение. В общем, там такая красивая достаточно, ну, не легенда, а история этой компании. И, в принципе, это Таро, да. Вся вот эта коллекция, она посвящена арканам Таро. И, насколько я знаю, по-моему, их всего, этих ароматов, восемь. То есть, получается, восемь арканов. Я на самом деле могу ошибаться, потому что конкретно в Литуале я видела только аркан влюблённый, императрица, умеренность, вот луна и солнце, кажется. То есть, вроде бы всё. Возможно, ещё какие-то есть, не знаю. Ну, по крайней мере, я вроде бы не видела. Я попробовала практически все, кроме, наверное, умеренности, потому что её не было непосредственно в магазине. Духи, духи эти, парфюмы, они позиционируют себя, как парфюмерная вода. То есть, это не суперстойкие духи. Как это позиционируется, именно в описании. Давайте поближе я вам покажу. Фокус, фокус. Фокус, конечно, красиво такая женщина. Типа гейша, наверное, да, стоит на мостике. Рядом какие-то непонятные собачки, еночки. Кто это, что это? Ну, достаточно интересный взгляд на восемнадцатый аркан луна. Красиво, ну, красиво. Давайте будем честными, это просто эстетическое удовольствие. И вот эти вот баночки в магазине, они прям невероятно привлекают взгляд. Я не могла пройти мимо. Что интересно, луна стоит в мужском отделе. Не знаю почему, и этот парфюм действительно описывается как мужской. Я не могу назвать его типично мужским, типично женским. Он реально такой очень-очень нейтральный. Ну, ладно, ладно. Конечно, наверное, все-таки формально мужской. Ну, вот мое субъективное мнение. Я совершенно спокойно ношу такие парфюмы на себе. И даже если я почувствую их, например, на женщине, то есть это не вызовет у меня как-то там, ой, вау, она носит мужской парфюм. Он реально такой очень интересный и нейтральный. Стоит данный парфюм семьсот рублей. Семьсот, теперь восемьсот, наверное, в разных магазинах, в интернет-магазинах. То есть, ну, грубо говоря, это вообще копейки. И, с другой стороны, что мы вообще можем получить за столь дешевую цену? Что там может быть такого интересного? Ну, во-первых, да, дизайн очень красивый. Это чистая стеклянная баночка. Ее приятно держать в руках. Это просто достойная... Эта вещь займет достойное место вот в вашей парфюмерной коллекции. По крайней мере, мне действительно очень нравится. В магазин я пошла конкретно именно за луной, потому что в Пинтересте я наткнулась на очень красивое описание этого парфюма. Честно, дословно не смогу вам передать. Но девушка писала, что вот этот парфюм, его можно либо любить, очень сильно прям обожать, либо ненавидеть. Это вот из того разряда, потому что это тяжелые духи, да. Это очень восточные, древесные. Они заявляют о себе. Если вы зайдете там в какое-нибудь тесное помещение, то, если там есть люди, то они разделятся на два лагеря. Одни будут просто в восторге, будут спрашивать, что у вас за чудесный такой парфюм, а другие будут просто зажимать нос, задыхаться и всячески открывать окна. Это из этого разряда. Я люблю такие духи. Я люблю тяжелые, я люблю интересные духи. Какие-то, знаете, обычные сладкие водички, там клубничные, цветочные, ванильные. Ну, все это, конечно, миленько, приятно. Но если вы, например, давно увлекаетесь парфюмами, вам хочется чего-то интересного, вам хочется чего-то сложного, вдохновляющего. Под настроение, конечно, можно и ванильной, и клубничной водичкой подушиться. Это совершенно нормально. Там весна, скоро лето. И весной и летом, наоборот, не хочется чего-то супертяжелого. Вот, поэтому... Вот, кстати, да, лично для меня зима, осень, там, да, начало весны. Это вот то время, когда я очень активно пользуюсь духами. Летом я вообще забиваю на все это дело, потому что и самой жарко, и просто других людей хочется пожалеть. Вот, луна. Давайте все-таки... Все-таки я вам расскажу, что... Давайте так, я сейчас расскажу вам, что говорит производитель, какие там нотки, какая база, чем вообще пахнут эти прекрасные духи. И потом я расскажу вам, что лично я чувствую своим носом. Может быть, он мне совершенно бесталантлив, и я чувствую совершенно не то, что есть на самом деле. Ну, вот это мои первичные такие впечатления. В принципе, для меня любые ароматы, это как макияж, это как прическа, это творчество в первую очередь, и вдохновение. Обожаю ароматы, я просто обожаю ароматы. Не знаю, я уже писала, по-моему, пост где-то в своем гранжевом паблике ВКонтакте, что вот, да, если бы у меня был выбор, вот что бы ты выбрала? Из трех вещей. Макияжем пользоваться, какой-нибудь красивой одеждой, то есть стиль, да, или ароматы. Ну, ароматы, ароматы. Только ароматы. Потому что это настроение, это атмосфера, это то, как ты начинаешь вот как-то искриться этим изнутри. Ну, мне очень нравится. Это просто такое мое личное творчество. Ну, окей. Представитель заявляет нам, что здесь в первую очередь у нас чувствуется бергамот, ветивер, также некая, некие соленые такие нотки, морские, кедр и амбра и животный мускус. В принципе, вы знаете, вот это сочетание такое интересное, оно в какой-то степени действительно отражает суть и значение вот 18-го аркана Луна. То есть это животные какие-то нотки, да, то есть мускус, амбра. Это морская тема, водная тема, да, то есть Луна у нас без воды она вообще не может, морские нотки, да, и древесные. Ну, насчет древесного, да, здесь, кстати, тоже дерево изображено. Конечно, не кедр, скорее всего, бамбук, но, тем не менее, все-таки в первую очередь это древесно-восточная группа ароматов. Вот. Это то, что говорит нам производитель. Сейчас я вам расскажу вот свои первичные впечатления, что реально ощутила я. Ну, во-первых, это единственный из всей этой линейки ароматов от «Алхимист». Он меня поразил просто в самое сердце. Остальные запахи, они, вы знаете, они тоже интересные, они заслуживают внимания, но мне показалось, что они какие-то очень приглушенные, очень легкие, такие, знаете, весенние, очень женственные, и как будто вот ты их даже не чувствуешь. Ну, под особое настроение, да, там, как в теплое время года, под определенную одежду, да. Но у меня было, наверное, тяжелое очень настроение в тот момент. И когда я вот почувствовала на себе вот луну, я поняла, о, да, это мое. Это то, что мне сейчас нужно. Итак, ну, во-первых, я чувствую сладость. Это сладкие духи, тяжелые духи, но они не сладостно-приторные, скажем так. Это, знаете, не та сладость вот конфетная. Это не торт. Это не тирамису. Это не что-то такое сладостно-ванильное. Это какая-то очень другая сладость, вы знаете, как жжёное дерево. Это аромат бани. Это когда, знаете, на дрова поливают какой-нибудь водичкой в смеси с эфирным маслом сосны, например. Ну да, древесные нотки, в первую очередь, они, конечно же, присутствуют. Почему-то вот эта сладость плюс свежесть. Вот это вот такое удивительное сочетание для меня. Морских ноток я не знаю, не особо я чувствую здесь ни море, ни соль. Вот именно сладость и, знаете, ещё какой-то алкоголь. Но не запах спирта, а вот именно вкус, запах алкоголя, например, как называется, с оленем, господи, это зелёная настойка, егермейстер, да? Вот как будто егермейстер, баня, дерево. Мне, знаете, чувствуется ещё немножко ладан, но очень-очень-очень как будто отдалённо. Я вообще очень люблю духи с ладаном, но где он не прям вот главную роль играет, а так где-то на задворках. По-моему, вообще очень круто. Кстати говоря, у алхимиста есть духи, называются Fireplace, кажется. Чёрная упаковка, тоже такая стильная, красивая. И там чёрный чай, вот ладан и бобы тонко. У меня есть духи, в которых есть собственно бобы тонко, называется Just Rock. Одни из моих любимых. Сейчас я вам, может, покажу сейчас. Идь. Вот я тут. Вот эти. А здесь у меня как раз бобы тонко, розовый перец и ваниль. Сочетание просто бомбическое. Оно просто нереально очень интересное. Мне очень нравятся эти духи. А вам видно вообще? А, они с разных сторон. Вот. Поэтому мне бы очень хотелось попробовать всё Fireplace. но в любом случае вот это то, что я чувствую в данной композиции. Вы знаете, эти духи, да, они стоят 700 рублей, поэтому не ждите от них чего-то такого прям вау, сложно сочинённого, прям невероятно дорогого на запах. Но это достойные духи за свою цену. Это очень достойные духи именно в плане и упаковки, и содержимого, и интересного запаха. При этом они достаточно стойкие. Я не могу сказать, что это парфюмерная вода, которая смоется с вас буквально за пару часов. Нет, на мне эти духи держатся реально весь день. И волосы потом пахнут, и одежда, и, короче, очень классно. Но у них нет такого, знаете, интересного шлейфа какого-то. То есть они они как бы не раскрываются на вашей коже потом ещё какими-то невероятными нотками, как это часто бывает у более, например, дорогих парфюмов. То есть они вот, вы подушились ими, и они держатся на вас как прибитые, вот сколько нужно. Поэтому, и да, вы знаете, ещё вот, например, мои любимые духи Опиум от Эфсен Лоран. Блин, дорогущие духи, просто капец. Но вы знаете, они совершенно нестойкие. Ими приходится душиться. Три пшика, наверное. Обычно я один пшик всегда делала. Три пшика. И вот на прогулку сходила в часовой, вернулась домой, и всё, от тебя уже ничем не пахнет, ты не чувствуешь этот аромат. Они очень, расход у них очень большой, экономичный совершенно ни разу. Стоят как ролл самолёта, блин, ну вкусные, вкусные капец. Вот с этим такого нет. То есть я ими душусь, и я чувствую этот запах, я вдыхаю его, я им наслаждаюсь, и нет такого ощущения, что хочется прям ещё на себя что-то вылить. Нет, уже будет реально перебор. Я на Дзине наткнулась на интересную статью девушки, которая тоже обзревала ароматы из серии «Алхимист». Она написала, что вот луна у неё ассоциируется с запахом таким немножко винтажным, таким, но в хорошем смысле слова, винтажным. Как вот в начале 90-х очень многие молодые люди, там студенты, вот они могли, наверное, вот так вот, вот так вот пахнуть. Такой приличный, воспитанный молодой человек, который хорошо пахнет. Вот. Мне кажется, что это, да, возможно, возможно, так оно и есть. Но вдохи интересные, поэтому, если вам нравятся реально интересные, такие сложные, неоднозначные ароматы, если вы хотите, ну, вот что-то, ну, что-то поинтереснее, чем просто, да, такая розовая, сладенькая водичка со свежим запахом, то, ну, попробуйте, почему бы и нет, попробуйте и другие ароматы из этой серии, они интересные, они очень разные, вот реально. И мне кажется, что The Moon, Луна, очень сильно выбивается из всей этой серии, потому что вот, что императрица, что влюблённые, что даже вот умеренность, temperance, они все такие примерно вот одинаковые, что ли, цитрусы, вот цветочные, такие освежающие, достаточно, достаточно лёгкие. И тут бам, тебе по башке вот Луна приземляется такая со своим тяжёлым, таким интересным запахом, блин, прикольно на самом деле, прикольно. Так что да, друзья, продолжаю тестировать эти духи, продолжаю пользоваться ими каждый день, блин, мне всё-таки хотелось бы, наверное, ещё и остальные прикупить себе, но не все, не все, вот хочу Fireplace, который с ладаном и чёрным чаем, и может быть солнце, что-нибудь, вот знаете, к весне такое цитрусовое, такое яркое, цветочное, по настроению опять-таки. Вот, всё, друзья, наверное, волосы лезут к микрофону прям. Всё, друзья, на этом я, наверное, завершаю свой парфюмерный ролик, надеюсь, вам тоже было интересно. Если вы тоже пробовали вдруг что-то из этой серии или тоже вот эти духи The Moon, напишите в комментариях мне, как вам понравилось вообще, как вам качество вообще за 700 рублей. Ну, в любом случае, я буду рада любой вашей обратной связи. Также не забывайте подписываться на моих два блога на Дзен. Один посвящён философии Таро, эстетики Таро, второй моей жизни с двумя собаками. Также у меня есть телеграм-канал, где я постоянно что-то выкладываю интересное из своей жизни, где мы общаемся с моими друзьями так в более неформальном стиле. В любом случае, ставьте пальчик вверх, если вам понравилось это видео. И очень скоро увидимся с вами в следующих роликах и подкастах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok